Добрый вечер, это программа Город С, отвечаю по закону в студии Ольга Шелест. Завтра кадровые подразделения системы МВД отметят свой столетний юбилей. Слова кадры решают, все это про них. Именно кадровый аппарат встречает тех, кто только поступает на службу в органы. И именно эти люди провожают людей на пенсию. Обеспечивают соблюдение всех прав и льгот полицейских в отставке. И сегодня мы поговорим о том, что изменилось за последнее время в приеме на службу. Какие требования предъявляются к будущим сотрудникам полиции, какие льготы есть у полицейских, действующих и пенсионеров. Мой гость, помощник начальника управления МВД России по городу Самаре, полковник внутренней службы Устюгов Сергей Павлович. Добрый вечер, Сергей Павлович. Добрый вечер, Ольга. Поздравляю вас с наступающим праздником. Знаю, что кадровая служба это действительно непросто. И мой первый вопрос, неужели полиция в этом году отметила 300-летие, да? Неужели до этого времени кадровой службы не было? И там еще 200 лет назад никто не занимался подбором кадров? Ну, я вам так скажу, что кадровая служба была всегда. Она вечная? Она была всегда. Когда сколько существует государство российское, кадровая служба была. И ни один правитель не обходился без нее. Это мы можем говорить, сейчас вот, посмотря документы, это 9-12 век. Когда существовали уже должностные лица, которые определяли кандидатов в княжеские дружины, в княжеские администрации. Это при Екатерина II, когда уже был вопрос о выявлении моральных деловых качеств для назначения также чиновников, ну и других сотрудников администрации и так далее. Это отечественная война 1812 год. После окончания войны унтер-офицеры, чтобы поступить на службу в полицию, тогда уже была создана полиция, значит, они проходили определенный отбор. Они сдавали экзамены. Они определялись квалификационные требования, то, что мы сейчас делаем. У них существовали отличительные знаки, нашивки на рукавах, где определялся его классный чин. И я вам скажу, в 1907 году на заседании Государственной Думы министр внутренних дел Столыпин впервые поднял вопрос о том, что введение должностей помощников, именно по кадрам, помощников, ну и там по-другому называлось, помощников начальников полиции, губернии. И о создании сети учебных заведений, которые бы повышали квалификацию сотрудников полиции, действующих, вновь принятых и так далее. То есть это очень глубоко. И уже после Октябрьской революции, это в 1918 году, значит, был издан документ, который и определил уже, по-нашему говоря, прохождение службы. Тогда еще в рабоче-крестьянской советской милиции. И приказом министра внутренних дел, значит, в 12 октября стал днем образования кадровой службы. Значит, приказ министра был подписан в 1998 году. Вот скажите мне, Сергей Павлович, в 1918 году, как отбирали сотрудников милиции, и в 2018 году отличается принципиально? Ну, конечно, отличается, потому что меняется, давайте так, вообще меняется эпоха. Меняется, меняется требование, меняется уровень преступности. Это да. Ну, очень много факторов, которые влияют. И, конечно, с образованием кадровых подразделений растет и профессионализм самих кадровых подразделений. Оттачиваются, меняются условия, меняется подход. Ну, вот расскажите мне, вот сейчас кадровая служба, это какие специалисты и какие отделы? Ну да, в настоящее время, ну, это во всех подразделениях, где существуют кадровые подразделения, это основное, это отделение кадров. Это те, которые как раз встречают желающих поступить на службу. Да, это прием на службу, это и увольнение со службы, это звание, присвоение звания своевременное, это отпуск, конституционные комиссии проведения. Ну, в общем, это весь этап прохождения службы сотрудника от и до и после увольнения. Да. То есть это все лежит на вот отделении кадровых, да. Отделение морально-психологического обеспечения. Это проведение занятий по морально-психологической подготовке. Это вопросы воспитательного характера. Можно сразу наводящий вопрос, а как проводятся занятия по морально-психологической подготовке? Ну, само слово, значит, в том числе, но само по себе название уже она определяет, да. Это готовность морально, это моральное определение готовности и подготовка сотрудников морально выполнять те задачи, которые перед ним будут ставиться по любому направлению служебной деятельности. Ну, то есть вот, например, это какие занятия? У нас есть программа, она утверждается руководителем, тематический план, он обсуждается, и, значит, вот эти темы, они доводятся до сотрудников, разъясняются, если что не ясно, доводятся. Вот я точно знаю, что у сотрудников полиции есть занятия, не скажу сейчас по какой подготовке, а по профессиональной, наверное, подготовке. Это уже я вам следующее подразделение назову. Так. Вот, ну, по морально-психологическому обеспечению входит еще подразделение психологов. Это очень важное направление, настолько очень тонкое, туда принимаются сотрудники только с психологическим образованием и имеющие опыт работы. То есть сразу с института мы взять не сможем. То есть опыт работы с взрослыми людьми не менее трех лет мы принимаем, поэтому у нас вот сейчас коллектив достаточно профессиональный, опытный. Вот они проводят диагностику, они проводят в том числе и с применением полиграфа, если это необходимо, и при приеме на службу это они же проводят. То есть достаточно сейчас вот высокие требования по приему на службу. А отделение профессиональной подготовки. Это обучение личного состава в системе служебной подготовки. В нее входит это физическая, огневая подготовка. Это комплектование учебных заведений системы МВД. Мы с вами уже на прошлой передаче говорили. Я еще раз хочу сказать, что граждане Российской Федерации от 18 до 25 лет на базе среднего образования могут смело приходить в отдел кадров, в отдел по работе с личным составом управления. Мы их примем, все объясним. Эта тема была уже, но я просто еще раз хотел запомнить. Срок обучения 5 лет, бесплатно. И выходишь уже офицером. Выходит уже лейтенантом полиции. Он уже трудоустроен, в форменной одежде, пребывает в управление. Определяем мы ему должность, по которой он будет работать. И он готовый специалист. Давайте так. Меня интересуют в первую очередь требования, которые предъявляются к желающим поступить на службу. Это по здоровью, по физической подготовке. То есть изначально, чем человек должен обладать? Во-первых, еще раз давайте проговорим. На прошлой программе просто уже под конец передачи говорили. Одиннадцатиклассник, сдавший ЕГЭ, но никуда не поступивший. Он тоже может прийти, трудоустраиваться в правоохранительные органы? Ольга, я иногда, когда беседуешь с кандидатами, все кандидаты ко мне приходят на собеседование. Лично вы прямо с ними тоже говорите. Да, лично я беседую. Для многих, ему 18 лет, а он первый раз слышит о том, что в полицию можно свободно устроиться. Он первый раз об этом слышит. Он считает, что это какое-то недосягаемое для него учреждение. Да, а учрежденок так считает. Да. И, наверное, с учетом вашей передачи, может быть, этот круг кандидатов увеличится. Мы всех примем, кто к нам придет. По крайней мере, по беседу я точно с каждым. Ну, я хочу еще раз повторить о том, что в полицию может поступить любой гражданин Российской Федерации. Да, гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. То есть, по окончании среднеобразовательной школы, если, ну, по каким-то причинам он не пошел никуда учиться, все, что угодно же может быть в семье, вот он приходит, мы его примем, значит, он должен пройти у нас собеседование, это в первую очередь. Собеседование сначала с вами? Да, обязательно, да. Он собеседование проходит. Вот вы на этом собеседовании, что вы являете? Ну, в первую очередь, мотивы поступления. А какие мотивы бракуете? Вот так вот. Ну, скажем так, не каждый их скажет. Ну, это да. Откровенно. Ну, в ходе собеседования, я вам так скажу, с учетом уже опыта работы и в беседе с человеком уже определяешь его примерное намерение. Вот, конечно, последнюю точку будут ставить уже психологи, военно-врачебная комиссия, психологическое обследование и прохождение полиграфа. Это обязательно. Ну, это понятно. Это обязательно, да. Это уже будет последнее. Ну, вот все-таки отрицательная мотивация, которую вы бракуете сразу и понимаете, что дальше, ну, надо с человеком попрощаться, пожелать ему счастья в другом жизненном поприще. Ольга, о своей отрицательной мотивации ни один кандидат не назовет. Он просто не назовет. Ну, в основном все говорят, что стабильная заработная плата и, значит, государственные учреждения. То есть федеральные, государственные учреждения, все понимают, что, значит, это в любых условиях Министерство внутренних дел будет работать. Да. Вот, и это основное, это основное, что, значит, в ходе беседы, конечно, мы определяем, пока в ходе собеседования о судимости, значит, судимость, конечно, это не проходит сразу же. Даже административная ответственность, если человек... Да, административные там определенные критерии существуют. Вот, если нахождение было в пьяном виде управления трассовым средством, лишался прав управления трассовым средством, мы тоже, это человек, нам не подойдет. Мы об этом ему говорим, значит, наши требования. Вот, и потом он направляется на прохождение военно-врачебной комиссии. Там военно-врачебная комиссия определяет уровень его состояния здоровья. Какие врачи смотрят состояние здоровья? Ну, все специалисты. Вначале он по месту жительства все пройдет, по месту жительства диспансеры все, как если, значит, после прохождения всех диспансеров он направляется уже на военно-врачебную комиссию, в нашу поликлинику, медико-санитарной части главного управления. У нас же ведь, точнее у вас уже, не у нас, а у вас, есть четыре, если я не ошибаюсь, группы предназначения, да? По разным должностям. От первой до четвертой группы здоровья. Да, да, существует такое. И я была крайне, кстати, удивлена, когда узнала, что сотрудник ДПС, именно тот, который несет службу на проезжей части, у него должна быть первая группа здоровья. То есть это должен быть идеально здоровый человек. Конечно, конечно. Это непосредственная работа с гражданами, в общем, там вот эти критерии, все они обозначают. И я вам так скажу, что раньше, которые в нашей системе были подразделения милиция ОМОН или СОБР. Да, ну это понятно. Они тоже по первой группе. Это вообще нулевая группа, мне кажется, должна была быть. Нет, это по первой группе. То есть наши сотрудники патрульно-постовой и ДПС подходят вот по этим... По состоянию здоровья, так же, как бойцы самых передовых подразделений. А давайте чуть-чуть углубимся. Интересно, вот вторая группа предназначения, это какие уже сотрудники? Это сотрудники уголовного розыска. Оперативные сотрудники. Потому что они не все время на улице, хотя тоже в засадах сидят, конечно. Нет, почему? Они на улице, но вот у нас существуют определенные критерии, они утверждены всеми нормативными документами и разграничиваются. Так, ну вот мы начали говорить о медицинской комиссии. То есть человек проходит медицинскую комиссию, а он проходит ее уже сразу на какую-то конкретную должность? Или все-таки пока просто понять состояние здоровья, кстати? Ну да, но после собеседования... Я же не даром про группы предназначения стала говорить, может он хочет работать сотрудником ДПС, а у него третья группа здоровья. Нет, в ходе собеседования, конечно, мы, значит, вот и я в том числе, или там руководитель подразделения, которому поручено собеседование, он доводит и само условие прохождения службы в той или иной должности или в той или иной службе. И в ходе беседы также мы... Также я задаю вопрос, где бы вы хотели работать? Наверное, ну каждый, кто приходит к нам, практически уже начал что-то изучать. То есть кто чем занимается, чем занимается уголовный рост, патрульная постовая, там подразделение следствия или еще что-то. И учитывая его желание, учитывая результаты прохождения всех собеседований и так далее, мы даем им направление на ту или иную должность. На конкретную должность. На конкретную должность, да. А если, например, человек, ну условно говоря, хочет идти работать следователем, там, наверное, вторая тоже группа предназначения, ну предположим, вторая, не знаю, да, пока, проходя медкомиссию, выясняется, что у него третья группа, и он не может на следователя пойти? Ну, я не в конкретном данном случае, да, будем говорить? Нет, да. Вот. После того, как решение будет военно-врачебной комиссии, конечно, мы можем подобрать другую, иную должность. То есть можете все-таки человек не... Конечно, да, да. Человек к нам нет, он не остается без внимания, он приходит опять же к нам, значит, мы ему предлагаем другие должности, он на выбор, он выбирает, ну там, где имеются вакансии, и уже занимаемся уже по другой должности. Так, то есть после собеседования личного с вами, прохождение медицинской комиссии, успешного, я надеюсь, следующий шаг для того, чтобы трудоустроиться в полицию? Ну, я еще, может быть, наверное, пропустил, после собеседования мы все равно определяем определенное его физическое состояние. Это вы определяете? Конечно, да. У нас существует вот так же отделение профессиональной подготовки, которое, значит, для граждан, поступающих на службу, вновь, это нужно подтягивание на... Мужчинам. Мужчинам, конечно. Подтягивание, челночный бег, они, мы предварительно смотрим вообще в силах ли он что-то выполнит. Совершенно верно. А подтягивание, сколько подтянуться на раз? От шести до восьми раз, я так вот примерно скажу. Ну, это вообще копейки, я хочу сказать. Да, если молодой человек собой занимается, просто держит себя в определенной физической форме, конечно, он выполнит это все. Подтягивание, челночный бег и... Да, все, подтягивание, челночный бег. А, и все, да? А для девушек какие требования? Там комплекс силовых упражнений и челночный бег. Комплекс силовых это... Это несколько упражнений на время там. Ага, понятно. Так, значит, посмотрели физическую подготовку, понимаете, что человек готов, отправили на медкомиссию, получили заключение, что годен к службе. Дальше какие действия? Проходят психологов. Вот, интересно, про психологов-то. А как проходит тестирование у психологов? Рассказывают, что это какие-то огромные просто листы бумаги, 500 вопросов с ловушками и так далее. Ну, конечно, существуют, значит, определенные программы. Они все утверждены тоже нормативными документами. Поэтому, да, там существует перечень вопросов. Где-то, кажется, они легкие, но они... Они... Они, да, да, они нелегкие. Например, знаю, есть такой вопрос, сама проходила его, вы стоите ночью на проезжей части, вам горит красный сигнал светофора, дорога абсолютно пустынная, перейдете ли вы дорогу? Ну, я, честно, сказала, нет, потому что, поработав в ГИБДД один год, посмотрев на аварии, я даже при пустынной дороге на красный сигнал светофора не пойду. Там можно, вы знаете, что любой вопрос можно задать с разных углов. Совершенно верно. Вот это и будет, да, будет истина. И потом, значит, психолог уже определяет и выносит там определенное свое решение, заключение. Да, и решение он выносит, ну, понятно, не о характере человека, а о склонности его к каким-то там правонарушениям, возможно, да, или отклонениям. Ну, окончательно это уже прохождение полиграфа. А вы расскажите про полиграф. Вот очень мало ведь людей представляют, что это такое. Ну, я в том числе, кстати. Это что, ток? Нет, это не ток. Это, значит, аппарат, который, да, значит, он совершенно безболезненный. Он прикрепляется... Датчики. Датчики, да, к телу. Не надо раздеваться, ничего. Слава Богу. Это надеводежда, да. Значит, кандидату. И психолог задает определенный перечень вопросов, он тоже установлен. То есть это чисто установленный перечень вопросов. Да, да, да. Он может задать дополнительные вопросы, если ему непонятен ответ. Он задает дополнительные. А там надо да-нет отвечать на полиграф? Там да или нет. Там других вопросов, ответов не может быть. И потом делает заключение. Делает заключение психолог на основании полиграфа или полиграф выдает? Да. Психолог. Ужет. Нет, это психолог делает заключение. По результатам ответов. Вот скажите, из общей массы людей, которые доходят до полиграфа, какой процент не проходит полиграф? Вот, к сожалению... А, не полиграф. Я скажу так, что врачебную комиссию процентов 30 не проходит. Это я помню еще по прошлой программе вы говорили, что очень жесткие требования. Да, да, да. Не жесткие требования, а молодежь вот со здоровьем выясняется, что он собой не занимался, либо еще какие-то наследственные вещи. А только при прохождении комиссии начинает выявляться заболевание, препятствующую прохождению, о которых он сам даже не подозревал. И многие уходят, конечно, расстроены, кажется, не знал, что у него там существуют какие-то проблемы со здоровьем. Вот процентов 30. На полиграфе, до полиграфа, которые дошли, уже и проходят, это процентов, наверное, 15-20, которые отсеют полиграф уже. Полиграф отсеивает по какому признаку? Я уже говорю, это заключение делается. Склонность человека к вранью или к воровству, что выявляет полиграф? К тем наклонностям человека, с которыми он не может проходить службу в органах внутренних дел. А может ли человек, не прошедший полиграф первый раз, но по всем остальным параметрам прошедший, еще раз прийти на полиграф? Или все, дорога закрыта? Нет, конечно, дорога не закрыта, но мы в любом случае смотрим на то заключение, которое дано. Там же, если там уже действительно человек склонен к совершению преступлений, да, там еще там, не дай бог, суицидов, ну, конечно, мы к этому не вернемся уже. Вот, если, значит, просто там недостаточный какой-то уровень или еще что-то, ну, мы можем еще раз посмотреть. Через какое-то определенное, по-моему, время, да? Да, не ранее, чем через год. Ага. Ну, отлично, мы будем радоваться за тех людей, которые прошли все эти испытания, оказались достойны нести службу в правоохранительных органах. Человек трудоустраивается, у него ведь нету звания изначально, но мы сейчас вот... Ну, рядовой. А, рядовой, да? Конечно, да. Дальнейшая его судьба какая, карьерный рост, как будет строиться? Так, ну, по поступлению на службу он получает, если служивший в армии, в срочной службе он получал какое-то звание в армии, это звание у него сохраняется. Получил он там младшего сержанта, сержанта, старшину, ему присваивается звание по воинскому званию. Если же звания не было, либо человек не служил в армии, я вот хочу остановиться, поступления на службу в орган внутренних дел, да, значит, обязательного, обязательной службы в вооруженных силах нету. Но вы знаете, вот поправьте меня, если я не права, есть какие-то службы, где обязательное требование службы в армии? Значит, в орган внутренних дел мы принимаем по одному федеральному закону. 342-й, федеральный закон, который определяет, значит, о службе в орган внутренних дел. Там четко прописано для всех служб. Я не знаю, может, какие-то еще существуют подразделения, но вот в орган внутренних дел, значит, служба в армии это не обязательно. А вот тогда такой вопрос, если, ну, пришел там 18-летний парень, трудоустроился в полицию, его призовут в армию? Существует закон об обязательном воинской службе, конечно. Вот, но мы к каждому индивидуально подходим, к каждому случаю. То есть он же тоже, получается, как будто бы служит в полиции? Ты еще неизвестно, где сложнее, в армии или в полиции, я хочу сказать. Да, мы к каждому случаю подходим индивидуально. Вот, мы существует, мы выходим с колотайством на военкомы. Ну, потом, если человек сразу поступает в ВУЗ, например, да, то есть это уже, получается, мы в прошлый раз с вами говорили, что это уже засчитывается в армию. Ну, отлично. То есть мы проговорили о том, что даже не отслуживший в армии молодой человек по окончании 11 классов может прийти в полицию и попытать счастье. Трудоустроится в одной из самых стабильных структур российского государства, да? Совершенно верно. Присвоили звание, вы отправляете обязательно человеку в учебный центр? Значит, он после, он отстажируется, ему предоставляется время на стажировку. Стажировку сколько? Это тоже, это от трех до шести месяцев. Стажировка тоже, это, значит, этот период дается для того, чтобы человек немножко начал адаптироваться. То есть вообще, там ли он находится, подходит ли он к коллективу, подходит ли он к этому, значит, несению службы, к условиям службы. Он это все смотрит. Конечно, он не участвует в самораскрытии преступлений, он не составляет никаких документов, он не имеет права, он просто с наставником своим, значит, смотрит, чем занимается. А зарплату-то он получает? Он получает уже зарплату в этот период, конечно, существует, как у гражданского служащего. После окончания стажировки, успешной окончания стажировки, если руководитель в той службе, в которой он стажировался, ходатайствует о его назначении на должность, он назначается на должность полицейского. То есть он все, он сотрудник. Получает форменную одежду и после этого убывает в Нижегородскую академию. То есть Самара обучает своих сотрудников в Нижегородской академии? Ну, там не только Самара, там другие тоже области, она, да, 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 Самарская область в Нижегородскую академию. Именно в учебный центр? В учебный центр, да. Ну, я не знаю, откуда у вас такая информация. Ну, были люди, которые там учились и говорили, что очень тяжело, и с утра подъем в 6 утра, и марш на плацу там, строевой шаг и так далее. Распорядок дня, он не такой, как домашний, конечно. Там существует, да, он где-то приближен, наверное, к военному. Распорядку дня это подъем, это вечерние проверки. Да, это тоже есть. Но это правильно, я считаю, все-таки это структура, которая готовит человека, который должен быть чистым, кристально, и суметь устоять от каких-то соблазнов, значит, сам не должен их провоцировать. Они находятся там в благоустроенных общежитиях. Я туда выезжал, значит, смотрел, как там личный состав наш проживает, обучается, к Самарской области неплохо там относятся. Это общежития. В общежитиях все есть. Они нормальные, отремонтированные, с хорошими условиями. Душ, горячая, холодная вода, все это есть. Трехразовое питание, они там питаются в столовой, столовая новая. Они там испекают свой хлеб, готовят различные пироги, торты. В общем, мне понравились все условия. Еще раз можно было пойти, да, на полгода поучиться. Отлично. Человек проходит учебный центр и приезжают уже стопроцентным сотрудникам полиции со стопроцентным выполнением служебных обязанностей. И у сотрудников полиции есть те льготы, которых нет у гражданских людей. Вот давайте, у нас остается не очень много времени, поговорим именно о том, что приобретает человек, поступивший на службу в полицию. Он приобретает 100% в бессонные ночи. Это, я могу сказать, тяжелые трудовые будни, часто эмоциональные, да, когда он сталкивается с преступником. Но он выбрал эту профессию для себя. Что государство ему дает взамен? Ну, наверное, с того, с чего я начал. Это, в первую очередь, стабильная заработная плата. И причем конкурентоспособная вообще-то, да. Вот младший начальший состав, это вот, мы говорим, патрульно-постовая служба, конвойная служба, ну, сержантский состав, все проще сказать, да, это от 23 тысяч, он получает сразу же. Сразу же 23 тысячи. Сразу 23 тысячи, да, да, да. Ну и там дальше, значит, это по сроку службы, это звание тоже, это существует там определенная норма. Ненормированный рабочий день, опять же, там, ну, какие-то переработки, что-то такое. Нет, почему, это вся работа по графику, зачем, конечно. Вся патрульно-постовая служба, это существует, график несения службы, у них сменный график, значит, он, конечно, меняется с учетом оперативной обстановки, но он, тем не менее, сменный, где предоставляется время для отдыха, как после ночи, так и просто время для отдыха. Так, это ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток. От 40 сразу начинается причем, да. Сразу, от 40 суток. Плюс за стаж работы, это еще отдельный отпуск прибавляется, вот, допустим, 10 лет от работы тебе 5 суток добавляется к отпуску, 15 лет это 10 дней и более 20 это 15 лет, 15 дней. 15 лет. Возможно, то, о чем мы уже говорили тоже, это возможность получения бесплатного образования за счет МВД, это тоже очень важно. Высшего. Высшего юридического образования. Это тоже. Мы направляем, как и вновь гражданскую молодежь, я ему говорил, мы с вами там останавливались, да, так и сотрудник, который поступил к нам, скажем так, после школы, проработав какое-то время, ну, допустим, мы говорим патрульно-постовой службе. Если он изъявил желание получить высшее юридическое образование, мы его направляем на заочное обучение бесплатно, он, кроме очередного отпуска, выезжает на сдачу сессий, значит, в то или иное учебное заведение. Это тоже за счет всего МВД. Сергей Павлович, у нас остается буквально две с половиной минуты. Минуты. Я хочу вот затронуть такой вопрос, надеюсь, что мы успеем сказать, но сотрудник полиции еще может получить, ведь и квартиру пока служит. Это не у каждого, не в каждой службе, не в каждом подразделении существует, значит, конечно, такая льгота, сотрудника, служивший в орган внутренних дел не менее 10 лет, получает право на получение бесплатной денежной компенсации для приобретения жилья. Но, наверное, не каждый сотрудник, если у него уже есть жилье, и оно соответствует требованию. Там требования установят, там собирается пакет документов, конечно, это не вот тебе пошел все. Да, любой. Конечно, да, да, да. Но такое существует. И, я вам так скажу, по рыночной стоимости, за счет рыночной стоимости, средней рыночной стоимости жилья, сотрудник приобретает для себя, своей семьи жилье в том городе, где он работает. Угу. Отлично. Ну, постоять в очереди придется, потому что все-таки очередь большая, но все-таки шанс, что ты квартиру получишь, есть. В течение службы в орган внутренних дел сотрудник может получить жилье. Давайте про выход на пенсию. Больная тема. Во сколько сотрудники могут выйти на пенсию? Ну, согласно нашего законодательства, выход на пенсию после 20 лет службы, то есть гражданин уже получает право выхода на пенсию. Ну, даже, давайте, вот просто обыкновенный пример. В 20 лет он поступил на службу, 20 лет отработал, то, грубо говоря, в 40 лет мужчина может выйти на пенсию и, в общем, заниматься, если не захочет дальше продолжать службу. И, наверное, средняя пенсия тоже конкурентоспособная все-таки. Конкурентоспособная. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня ко мне. Конечно, были еще вопросы. Хотелось мне поговорить и о том, как вы поддерживаете семьи, у которых мужья погибли при исполнении служебных обязанностей. Ну, я думаю, что есть повод просто еще раз встретиться нам. Я хочу поздравить всех сотрудников кадровой службы с праздником. Счастья, здоровья, семейного благополучия вам, успехов на службе. И увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова